Всех приветствую на канале Animal Life. То, что ученые обнаружили в чернобыльском лесу, шокировало весь мир. На Украине действует проект, целью которого является исследование дикой природы вокруг Чернобыля. Ученые хотят выяснить, какие животные поселились на пораженных территориях. В отличие от зоны, отчуждение чернобыльской АЭС человек оказался более губительным для животных. Популяция диких животных здесь взлетела до безумного количества в течение последних 30 лет. Теперь здесь все буквально кишит лосями, оленями и волками. Исследователи считают, что именно отсутствие человека стало причиной роста популяции диких млекопитающих, а не радиация. Британское издание цитирует доклад, опубликованный в журнале Current Biology. Исследователи использовали вертолет и фиксировали следы на снегу. Таким образом, они хотели отследить дикую природу в зоне отчуждения. Оказалось, что в заброшенный район вернулись даже редкие виды животных, вроде европейской рыси. Они также зафиксировали появление европейского бурого медведя, которого не было видно в этом районе почти век. В зоне также зафиксировали большую популяцию волков, дикого кабана, косули-лисиц. По словам профессора Джима Смита из Университета Портсмунта, авария не нанесла серьезного ущерба окружающей среде. Распространение диких животных в зоне отчуждения хорошо задокументировано. Так, в 2013 году, полиция и охотники в Беларуси начали специальную охоту на волков из зоны отчуждения, которые осуществляли рейды у Гомеля. В ноябре прошлого года, исследователи обустроили 42 камеры на украинской стороне, чтобы контролировать рост популяции диких животных. Годовой проект, который готовится к закрытию в декабре, демонстрирует новые изображения исчезающих видов, включая такие редкие виды как зубры, медведи и редкие лошади. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.